Марк, добрый вечер. Это тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Действительно, это вымученный 61 миллиард, потому что почти полгода ушло с момента разговора по выделению в этом объеме помощи. Для войны это, конечно, катастрофа, потому что такие вещи должны решаться быстро. И, опять же, это же не вопрос того, что Украина чего-то просила. Это обязательства, которые взяли на себя сами Соединенные Штаты. Это не какая-то попытка, как говорят, что Украину выпросил. Да нет. Нет. Это решение, которое в одностороннем порядке принималось принципиально, стратегически. Помощь Украине, прежде всего, на военную помощь, которой идут эти расходы. Ну и, если так затягивать, то, ну ладно, сейчас это как-то еще спасительно выглядит. За этот период, пока это все решалось, там, с ноября-декабря, этот вопрос зависший, да, стоил жизни и украинских солдат, и гражданских лиц, которые гибли из-за этого дефицита боеприпасов, из-за дефицита средств оборонительных и так далее, ПВО и тому подобного. Но, насколько хватит это для будущего опыта, да, чтобы так его не повторять, это пока открытый вопрос. Безусловно, и, конечно, до ноября выборов в Соединенных Штатах этого хватит, и, наверное, эти средства можно будет использовать для эффективного обеспечения военных задач, которые стоят перед вооруженными силами Украины. Да, все живет в ожидании большого наступления российской армии. Об этом говорят и сама российская страна, и украинская руководство говорит, и Зеленский об этом говорит, и руководство ВСУ об этом говорит. То есть, это не то, чтобы какой-то алармизм, это объективно желание Москвы до ноября, до политического события, главного события этого года, выборов США. Потому что это же не просто, знаете, как когда-то конкурировали представители демократов и республиканцев, и, в общем, разницы большой не было в изменении позиций. Здесь доктринально разные позиции. Пока, если так это выглядит, может, это изменится. И поэтому, конечно, Москва тоже сделает ставку на, так сказать, какое-то решение в ноябре, которое повлияет на ход войны, на переговоры и все остальное. До ноября 61 миллиарда хватит. И по реакции Москвы видно, как это болезненно. Они, видите, обсуждают, особенно там АТКОМС, поставки средств ПВО и так далее, с болезненным совершенно выражением, поскольку, видимо, был расчет, что этих денег не дадут до ноября. Вот, видимо. Что облегчит и действия российской стороны, и наступление российской армии. Где оно будет? Ну, вот все больше похоже, что они все-таки в Запорожье попытаются этот выступ ликвидировать. Как мне кажется, уже сил и средств для Харьковской операции, для наступления на Харьков, вроде бы нет. Вроде бы нет, как это говорят эксперты. То есть, они не справятся с задачей наступления конкретно на Харьков. Это крупная агломерация, тут есть сложности. А вот работяной там вот может такое быть. Это мой лично пристрастный взгляд, не на основанной ни на каких там особых инсайдах или информации специальной. Но мне так кажется, для Путина было бы логично, чтобы совсем уж это не выглядело впустую, лето проведенное, без наступательной операции. То Запорожье – это интересный для них участок фронта. А Часовьяр – Славянск. Это будет продолжаться давление. Я был в Часовом Венеру буквально в начале марта. И вы знаете, он уже был очень плох. Часовьяр с точки зрения, ну, город уже весь разбит. И я почему могу об этом судить, поскольку я год назад, в 23-м году, в мае был, в Часовом Венеру. И спустя год, ну, почти год, в марте был снова. И вы знаете, это уже два почти разных города. Он и так-то был, в общем, достаточно разбитый. Но сейчас это практически города нет. Там уже никого не осталось. Только военная техника, военнослужащие ВСУ. И насколько я могу судить, уже на подступах в Часовую Яру сотня метров. Я не знаю, во сколько количественно это измеряется. Находятся уже российские части. И да, Часовьяр интересен, поскольку это высота. Он действительно там. Я вот из Дома культуры разрушенного. Я поднимался на самый верх, но вообще очень много видно вообще. И туда, и в ту сторону, и в другую. Если там он разрушен полностью, Дом культуры. Это прямо в центре, рядом с памятником афганцам. Вот это позаволоченный такой памятник. Оттуда очень многое видно. И я понимаю, почему они хотят захватить именно Часовьяр. Это действительно дорога на Константиновку. Логика у этого есть. Но это всё-таки более локальный участок. Это более локальная операция. Они продолжат эту операцию наступать. Безусловно. А вот Запорожье для них интересно, поскольку там действительно большой выступ. Очень такая обширенная территория, которая в ходе контрнаступления в прошлом году. Летом осенью 23-го года украинской армии удалось захватить. Мне кажется, они хотят решить эту проблему. Поскольку выступ упирается туда, в сторону Токмака. Поэтому, видимо, это и будет целью. Потому что, в противном случае, это только Харьков, вот это направление. Но в Харьков это настолько... Это же не Часовьяр, да? И не Авдеевка, и не что-то подобное. Поэтому, по-моему, они не сподобятся на то, чтобы собрать нужное количество сил. Для того, чтобы бросить их на Харьков, тогда не факт, что им это удастся. А потери будут совершенно невероятные, гигантские. Украина получила Атакамсы и, скорее всего, получит от немцев и Таурусы. Да. Чего вы ожидаете в связи с этим от вооруженных сил Украины? Ну да, Таурусы, кстати, немецкая сторона связывалась. Передача Атакамсов. Это не раз говорил Шольц, что вот передаст Вашингтон Атакамсы. Ну, тогда вот Таурусы тоже рассмотрим, передадим какое-то количество, наверное, и так далее. Поэтому, ну, во всяком случае, сейчас, поскольку Атакамсы, по-видимому, все-таки переданы, об этом пишет западная пресса, американская, в частности, как-то косвенно это подтверждают разные источники. Американские в основном, вооруженные силы Украины, их источники украинской стороны об этом не говорят пока открыты. Но можно предположить, что это действительно произошло. И, возможно, даже они где-то используются. Не знаю. Ну, во всяком случае, мы судим по публичным источникам. Да, это может повлиять на ход войны, хотя, действительно, это зависит от количества переданных этих ракет, потому что это, ну, решающим образом влияет на выбор целей. 300-метровая дальность, если мы говорим именно о Атакамсе, то, да, в зоне поражения находятся все территории, оккупированные Москвой в Украине. Все. То есть, вплоть до Крыма, любой его точки, и моста Крымского, и так далее. Какую определят мишень, я выскажу свою точку личного зрения, без какого-то апелляции к руководству ВСУ, оно там само решает. Но мне кажется, символической целью и стратегической целью является сам мост Крымский. Потому что это и логистическая артерия, это и некий символ российской оккупации, связи с полуостровом Крым, для украинского полуострова, для Москвы фактически был островом, пока не возникла эта артерия. Ну, то есть, сейчас есть уже сахапутный путь, который оккупирован по побережью. Но всё-таки, так или иначе, это важное и символическое, и политическое, и стратегическое объект, который в случае его разрушения, то есть, прекращения его функционирования, прекращения его функциональности как таковой, ну, то есть, если его обрушить, там шесть пролётов просто полностью. Это и морально-психологически скажется. Безусловно. Не только там замедлится поставка боеприпасов, всего остального, всё понятно. Решил он и не смогут ходить. Но это и произведёт большое морально-психологическое давление на тех, кто в Крыму живёт, тех, кто с другой стороны живёт, тех, кто в окопах сидит там, потому что, ну, получается, все усилия тщетны. Ты занимаешь там, условно говоря, какие-то там от Авдеевки, вот они радуются, там одно село, другое, а тут у тебя рухнул целый мост. А и что дальше? А куда ещё это прилетит? То есть, мне кажется, при выборе целей важно учитывать, ну, понятно, там, склады и так далее, логистические базы, центры, штабы, но и, наверное, вот думать о том, что в силу, ну, понятно, там, несопоставимости численных масштабов и так далее между Украиной и Россией, и, конечно, резерв у России гораздо выше и по мобилизации, и по поставкам средств войны, да, то есть, боеприпасам и всему остальному, но вот психологическое воздействие может быть обескураживающим, реально обескураживающим. Если Москва таки увидит, насколько тщетные её усилия там, да, ремонтирую мост, не ремонтирую, его всё равно взяли, разрушили. То мне кажется, что эффект будет очень большой. Но какими количествами, каким количеством атакам можно разрушить эти пролёты моста, я не знаю. Это уже для меня, в принципе, загадка, это уже вопрос к военному эксперту. Дуже часто питание до меня. Как я стал успешным и многим? Просто я прожив таке життя и получил такой опыт, который привел меня до того, что я сейчас маю, и я очень благодарен за это. Я уверен, что каждый, кто прожил бы как я и сделал свои правильные висновки, мог бы стать таким успешным, как и я. Но чтобы получать опыт Дмитра Гордона, вам не обовязково повністю проживати моё життя. Я запускаю особистое наставництво ближнє коло. Это не тренинг и не навчання. Это открытие многих дверей, которые вам, кажется, зачинеными. Кількость есть ограничена, а учасников я буду выбирать особисто через анкету. Это мой практичный досвід и досвід моих друзей, которые вы сможете реализовать в своем жизни и бизнесе. Серед моих друзей и экспертов неимоверные люди, которые много достигли в своем жизни. Чтобы заповнить анкету и узнать больше про программу, переходьте за посыланием. Вы смотрите российские федеральные каналы? Ну, некоторые иногда. То, что у меня в ленте проскали, потому что, ну, конечно, у меня нет времени просто сидеть специально на этом. Я доверяюсь тем, кто делает это своей работой и слушаю, и читаю вторичные источники украинских, которые внимательно за этими EZ-каналами в Телеграме и СМИ следят. Скобеева вас возбуждают, признайтесь? Ну, вы что? Никогда. Они не в моем вкусе совсем. Ну, какая-то Лохудрова-Вологодская. А Волгоградская, она же откуда-то... Не-не-не, Вологодская. Нет, Волгоград, она откуда-то... Вологодская, точно. Вологодская? Да. Блин, жалко за Вологду прям. Наверное, Вологдит получше, чем... За Вологду. А Попова вам не жалко? Попов, он вообще, по-моему, пенек. Вы знаете, что он первым браком был женат на дочери Чуркина, который был представителем в ООН России. Ну, такой чистый, вот как вам сказать, чистый, значит, выскочил, он родился из Владивостока. Вот. И его, значит, присоседили при дочи, значит, там где-то. И вот он, значит... При собачке. Ну, такое, да, такого... Когда про него говорят куколь-то, это же нужно с первого брака вот именно всё расценивать. Мне так кажется. Ну, опять же, ну, он и сам посидел. На него посмотришь, хочется плакать. Я просто хотел спросить вас, вот и у Скобеева, и всё больше тревожных нот в голосе. И Соловьёв, слушайте, кстати, на Соловьёва, посмотрите, там от него половина осталась. Он скоро помрёт, чувствую. Хорошо. Да, больной такой вообще, видно. Почему они все передохнут? Ну, смотрите, я вот видел какой-то нервный такой спич Скобеева по поводу Атакамс. Вот они достигнут там Ростовской области, ещё чего-то. Ну, как бы, видите, я думаю, они немножко подкручивают нагнетание такое специальное. Им, наверное, говорят, что давайте какое-то с дрожью в голос что-нибудь поддавайте. Я думаю, там есть, наверное, что-то искреннее, но есть и чисто механическое. То, что нужно для того, чтобы возбуждать какую-то, не знаю, ненависть, ещё что-то. Вот. Но там есть и некоторые выводы и фразы, которые свидетельствуют о том, что действительно их обескураживают какие-то вещи, потому что там же звучало, что как же Трамп это допустил? Вот такое проскакивает. Как же Трамп сделал так, что пакет прошёл? Он же, ну, что это, я не знаю, кому он там обещал, или на что они рассчитывали, не очень понятно. Но это, в общем, так или иначе звучит. То есть, я думаю, что это отражение того, что они не были готовы к тому, что всё-таки в Соединённых Штатах вопрос терминально определится, решится. Потому что за этим решением, возможно, есть и какая-то договорённость между Трампом, ну, через посредников с демократической администрацией. У меня есть ощущение. Скорее всего, посредником был Джонсон, спикер, близкий Трампу, и Трамп его хвалит публично. Смотрите, какой талантливый у нас, значит, спикер Нижней палаты, палаты представителей, наверное, за эти... Сотсоцентов была торговля какая-то. Была, была, сто процентов. Нет, она и была публичная частично в связи с границей, с нелегальной миграцией, это да, но было что-то и не на поверхности. Было что-то, чего мы не видели. Судебное исследование может... Может. Ну, это логично, да. То есть, говорить, слушайте, вы мне дайте до выборов дойти, сказал Трамп, а я вам вот тут, там, там, то, всё. Давайте вот так договоримся. Возможно. Опять же, им же всё время надо очень аккуратно балансировать для того, чтобы не потерять какие-то очки или не дать заработать очки на этих решениях действующей администрации. То есть, такая тонкая игра, да, кто здесь главный помощник Украине. Тут они сразу все запели хором, как они все любят Украину и все помогают ей, там, и демократы, и лекарцы. Хотя, хочу напомнить, 122 человека, 122 парламентария в Нижней палате проголосовали против выделения пакетов. Да, в три раза больше проголосовал остальных. Но кто эти 122? В основном, это республиканцы. Так что, это такое, знаете, тут ещё есть на чём поразмышлять, потому что, если дальше так будет продолжаться, а мы будем свидетельствовать в ноябре ещё и промежуточных выборов, и в Сенат, и в Конгресс, имеется в виду в палату представителей, помимо выборов президента, то, ну, непонятно, как будет меняться это соотношение. Отрадно здесь ещё вот что. Вы знаете, в штабе у Трампа то и дело меняются команды, и всё больше появляется там таких традиционалистов рейгановского типа республиканцев, которые начинают в большей степени влиять на позицию Трампа, и он откликается, потому что ему нужен этот баланс, поскольку голоса нужны традиционных республиканцев, в том числе, помимо его голосов, которые его традиционно поддерживают, ну, а эпигонов самого Трампа нужны голоса консерваторов, которые, в общем, относятся определённо образно к Москве и к войне к Украине и так далее. Так что он этот баланс выдержит. Москва реагирует на это, потому что тогда не очень понятно, как строить планы, например, наступления, если они зависят от исхода выборов в ноябре, если, как говорится, что проказа, что чума. То есть, получается, если остаются администрации Байдена, ну, ладно, они ещё там как-то пытаются через Салливана и Бёрнса вести диалог о переговорах возможных, ну, так, знаете, толчками это всё происходит, то в одну-тругую... Если останутся Салливан и Бёрнс. Конечно, в новой администрации их может и поменяться, это всё, мы не говорим о том, что это навсегда, или приход Трампа, а он приходит, там будет, знаете, как был Майк Помпео в последнем периоде, главой Госдепа, сменившей Рекса Тиллерсона, который тоже, кстати, к концу своего уже пребывания на посту главы Госдепа, тоже достаточно радикально к Москве отличался своими действиями. Так что непонятно, что для них лучше, и вот как раз помощь выделенная, решение, которое было принято, ну, в общем, консенсусно и через переговоры между республиканцами и демократами, свидетельствует, что ситуация не так развивается, как Москве бы хотелось с точки зрения желательности тех или иных политиков в овальном кабинете. То есть и так плохо, и так плохо. Во всяком случае, сигналов о том, что Трамп, придя к власти, заставит Украину согласиться с капитализационными условиями, сейчас уже как-то не очень это видно, не очень это заметно, как-то это корректируется, мне кажется. Вот я бы так сказал. Марк Энтони Блинкин, госсекретарь США, съездил в Китай, встретился в том числе с Си Цзиньпином. Непростые были переговоры. У вас не складывается впечатление, что американцы просто нагнули Китай. Это похоже на то. Почему? Потому что, смотрите, был же звонок Байдена о продаже ТикТока, который запрещен в США. У меня такое ощущение, что они пустят в ТикТок акционеров американских, и, возможно, это будет контроль. Поэтому у меня есть подозрение, что они договорятся в частности. И поэтому, хотя, естественно, это не решающий вопрос, похоже, что для себя те же китайцы решили, в общем, не ввязываться слишком сильно на стороне России в теме войны и вот такого раздражителя. То есть, не выглядеть за спиной России слишком очевидно. Потому что, а что теряет Китай в этом случае? Китай ведь не ведет никаких войн, вообще нигде не воюет, если кто понимает. Да, там можно говорить о его агрессивности, может, экспансии, в отношении того же Тайваня. Но, в принципе, Китай занимается исключительно экономической экспансией, инвестициями. И потом не все хорошо. И да, и, конечно, технологическим шпионажем, много чего. И это свидетельство о сильной зависимости от торгового сотрудничества, например, с теми же Соединённых Штатов. Это почти 800 миллиардов долларов, от 750 до 800 по году. С Россией, кстати, 200. И с Европой около 750-800. То есть, сопоставим между... И как-то терять эти отношения ради чего? Вот ради чего конкретно? Получается, в силу поддержки России и её агрессивных планов в отношении Украины и дальше, в Восточную Европу и дальше, Китай какую от этого выгоду получит? Мне кажется, что и вот часть санкций, они выполняли сейчас по банкам, начали щемить в Китае как раз российские компании, ну, российские разного рода структуры, которые в том числе, кстати, и серым схемами пользуются, и параллельным импортом и так далее. И это тоже средство давления со стороны Запада, прежде всего, Вашингтона, на Китай. Но есть ещё один фактор. Понимаете как? Они идут навстречу демократам, потому что очень боятся победы Трампа. Трамп на самом деле антикитайский. Он говорит, вообще их нахрен всё порубить, поломать. Резко антикитайский. Да, да, резко антикитайский. Поэтому они в этом смысле даже хотят подыграть несколько Байдену, если вдруг Байден остаётся. Для них это при всех противоречиях гораздо более лучшая ситуация, нежели приход Трампа. Потому что Трамп настроен свирепо именно по отношению к Китаю. Ну, и есть у него ещё несколько пунктиков. Но вот Китаю вообще ловить нечего. Ну, Иран у него ещё один такой важный пунктик. Вот Иран просто на дух не переносит, точно займётся Ираном вплотную. Потому что они все тогда заинтересованы, получается, в сохранении нынешней администрации Байдена. Но при всех прочих это для них лучше. Потому что приход Трампа, он просто непредсказуемый. Человек эксцентричный. И политика его будет такой же. И поэтому, наверное, выбор падает в пользу того, чтобы всё-таки, ну, как-то там, не знаю, подыграть демократической администрации и в части войны в Украине попытаться, значит, повлиять на ситуацию в ходе переговоров, предстоящей в июне конференции в Швейцарии по формуле мира и в части, значит, блокирования различных сфер сотрудничества с Москвой, которые способствуют войне, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так что я вижу в этом действительно предпосылку к какому-то большей, большей мягкости позиции, согласию со стороны Китая с Вашингтоном. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это всё связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко Гордон в шоколаде», и носки, и зефир Гордон, и чёрный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. На минувшей неделе в Москве был задержан замминистра обороны России Шойгу Тимур Иванов. Он несказанно богатый человек, потрясающей личной жизнью, с обширными связями на проклятом, загнивающем, мерзком Западе, и вместе с ним задержали ряд его коррупционных друзей. Что это, на ваш взгляд, означает? Ну, я думаю, что, в принципе, это пока выглядит как внутривидовая борьба, такая борьба за место в пищевой цепочке, потому что потоки огромны, война, она увеличила их в разы, сидение там человека Шойгу, это понятно, в какую сторону значимая их часть отводилась этих потоков. Я думаю, что мы скоро увидим на посту отставленного Тимура Иванова кого-то из лиц, да, из окружения Путина, там, ну, вставлененько из окружения Путина, но не связывало настолько сильно с Шойгу и, так сказать, его командой. Я думаю, что это первая очередь. Второе. Я, в общем, со скепсом гляжу на выдвигаемые рядом экспертом соображения, что это, ну, некая репетиция отставки самого Шойгу. Почему? Потому что я считаю, в тех условиях, которые сложились, а что мешало напрямую просто взять и убрать Шойгу, и Тимур Иванов, и все остальные полетели, и Цаликов, там, его первый зам, который ушёл, и так далее, просто естественным образом решились эти вопросы. Почему нужно, чтобы подобраться к Шойгу, обязательно взять за жопу Иванова? Когда это было препятствием? А сейчас-то уж, в этих условиях. Шойгу ведь проходил за годы войны, за два с лишним года войны, разные стадии опалы. Понимаете, в 1922-м одна опала была, в 1923-м в начале, по последствиям Херсона, тоже она была. Помните все эти Шойгу, Герасим, где снаряды? Пригожин в каком-то момент скачил на этого конька, ну, понятно, куда доскакал. Мы понимаем, 23-го августа он доскакал до земли прямо в Эмбраер-Легасе. Но, тем не менее, и что мешает Путину, в принципе, если он очень хочет просто взять и снять Шойгу? Многие говорят, что какое-то влияние клана Шойгу и Воробьёва в нынешней системе, которую она преодолела, фазы тоталитарной и персоналистской... Не работает. Ну, конечно, потому что, смотрите, Путин не боялся взять и кого надо убить. Например, убить Навального или убить Пригожина. Чего ему бояться своих чиновников передвинуть по горизонтали? Это же не значит, что Шойгу посадят. Передвинуть на какой-то другой дом, вернут в МЧС или там, я не знаю, еще куда-то. Это совершенно не требуется. А вот деньги и работа с ними, да, это вопрос важный, потому что финансы занимают такое же важное место, как и бюрократическое влияние в этой системе. Поэтому, да, просто взять, посадить своего человека, обрубая возможные, так сказать, ресурсы для клана, но это не значит, что обязательно персонально кого-то убирать, но заводить туда своих людей, других людей, давать пожить кому-то еще, ну, вполне такое реальное объяснение, я бы сказал. А вам не кажется, что просто готовят общественное мнение на случай успешных действий в СССР, да, что да вот кто виноват, собственно говоря? Да мы же все, они разворовали все. И из-за этого? Это всегда ведь есть, это всегда запасной вариант. Даже если Тимура Иванова вот сейчас бы не отставили, то если надо было бы кого-то отдать на заклание в ходе, там, я не знаю, успешных действий в СССР или чего-то еще, то это бы сделали. Просто да, я согласен, в канун инаугурации Путина, да, она пройдет 7 мая, 9 мая праздников и предстоящих возможного наступления, о котором мы выше говорили в первой части программы, то да, могли, так сказать, этого Тимура Иванова щемануть и сказать, вот смотрите, мы с коррупцией боремся. Вот смотрите, там разворовка идет, но мы-то иллюзий не питаем. Придет такой же Иванов Тимуров, который будет точно так же воровать. И с ФСБ только. Ну, и с ФСБ, но в другой сторону просто отводить деньги. Разницы никакой, шило на мыло, понимаете? Это-то мы понимаем. А для народа бросить эту кость, там, для мобилизованных, для офицеров-солдат, может быть. Но смысл, почему этот Тимур Иванов такой сочный? Потому что он дурак, все это выкладывал в Инстаграме, но через жену, он не свой Инстаграм делал. Вот это его Маниович все выкладывал и так далее. Он создал такой вот публичный негатив и такую засветку, которая, ну, в принципе, неприемлема. Там такая другая этика. Там живут точно так же, как он все. И не менее богатый, и так далее. И с недвижимостью, и с любовницами, и так далее. Но этот вот вел себя слишком неприемлемо для вот этой среды. Вообще неприемлемо. То есть, они не принимают подобного поведения ни в какую. И, наверное, какую-то, может, не решающую. Он это сыграл, когда подкинули, сказали, вот, смотрите, вот он чем занимается Владимир Владимирович, и как же так, давайте как-то решим. И, возможно, тот посмотрел, он же уже реагировал на голые вечеринки, на то, на чем мог сказать, ах, а ну так. Ну, ничего, сменит апартамент из Крушавеля и Парижа и Капфера, сменит вот на Лефортово. Да, там тоже хорошо. Давай, вперед, давай, дайте ему там какой-нибудь гламурный там веер, и так далее, пусть сидит. Я вполне допускаю, что это тоже какую-то роль сыграл, но не решающую. Потому что там у него клоун на клоуне в этом смысле. Они же все время богатство всем демонстрируют. Что толку от богатства есть, его нельзя показать, как говорят. Да, конечно. Вот. А по глупости своей они это делают. И в конечном итоге палятся. И поэтому это повод, в том числе, дополнительный для того, чтобы сказать, ну вот же, вот он раздражал всех, а мы его посадили. У нас неприкасаемых нет. Вот так это может звучать, конечно. Что с Кадыровым, Марк? Опять раздаются голоса, что он при смерти, что у него неизлечимая болезнь. Называют фамилии его преемников. Что вы знаете об этом? Ну, смотрите, про Кадырова это давно говорят. Здесь разноречивые слухи ходят. То, что сообщают из Чечни. Вот мне иногда некоторые знакомые сообщают и так далее. Там тоже слухи такие входят. Достоверной информации мало. Проверить ее невозможно. Может ли у него быть что-то с печенью, как пишет новая газета? Ну, может быть с печенью. Ну, вот по лицу его можно что-то определить? Ну, явно, как это есть. А тут ловаться. Мы не медики, да? Мы исходим из того, из суммы каких-то фактов. Ну, например, он действительно ведь меньше стал заявлять и появляться. Он же ведь вот чистил даже в начале войны. Там еще, помните, он чертил там с Делимхановым или с кем-то там. Куда они там бросят войска, еще что-то. Сейчас мы почти его не видим. Это возможно и его снижение активности, его болезни, каких-то причин. И, возможно, ему и сверху сказали. Ну, ты себя проявил с тикток войсками. Ну, что ты добился? Ничего. Ты давай, знаешь, поумерься. По публичным проявлениям поумерься. И такое, и такое возможно. Но это все может в том числе быть связано и с его болезнью. И, в общем, отсутствие сил для того, чтобы активно это все публично озвучивать. Какие-то безумные планы с походами. Он все куда-то шел. То в Варшаву, то еще куда-нибудь. Сейчас уже как-то это поунылие стало. Границу они охранят в Белгородской области, куда РДК то и дело ходит с Легионом Свободы России. То есть, явно это тоже какая-то форма такой мягкой опалы. Если он действительно болен и болен неизлечимо, мы допущение такое делаем. Мы не утверждаем. Допустим. То да, я считаю, что Кремль будет делать ставку не на его преемник, которого он сам определит. Ну, говорят об Адаме Деримханове. Некоторые называют его сыновей. Но они формально по лозуству просто не могут занять эти должности. Хотя, опять же, тут варианты любые возможны. Ну и говорят об Алаудинове. Алаудинов, вот это как раз более близкая фигура, потому что Алаудинов разный путь с его окружением прошел. Он тоже близок, но все-таки он может сохранять лояльность в большей степени федеральному центру. И у меня концепция, моя видение такое, что федеральному центру в принципе надоело. Это вольница в лице Кадырова, он из помещенной этой индульгенции от самого Путина. Их бы устроил человек более зависимый, более спокойный, более без публичных заявлений, более выполняющий свои обязаны внутри республики Чечня и не вылезающий за ее пределы. Для того, чтобы не раздражать, не создавать. Плюс огромный клан Кадырова, он рассеян по всей стране. Это полукриминальная деятельность, его лиц доверенных и так далее. С этим тоже хотят покончить, мне кажется. И в случае, если преемником будет не его близкое лицо, вот сейчас Делимханов, депутат Госсерсен, думаю о какой-то иной, ну, может быть, Аллаудинов, может, еще кто-то, то, наверное, это изменится. Это изменится. В отсутствии Кадырова это изменится. Ну, и потом, был же опыт, после старшего Кадырова и до прихода младшего, который был премьером, был Аллаханов такой президент. Аллаханов, да. Его сейчас ничего не помнят. Он сейчас где-то федеральный чиновник, где-то незначительный, может, на пенсии даже. Но их устраивало это, понимаете. Он был из системы МВД, по-моему, и так далее. Но Кремль бы устроила более такая, знаете, нейтральная, маловлиятельная фигура без публичного элемента. Без вот этого широкого публичного элемента. А все, кто окружает Кадырова, они все какие-то, вот, благодаря ему, или, там, стилизуясь под него, они все очень публичные. И, бог знает, непредсказуемо по части заявлений, которые они продолжат делать, уже без него. Вариант, что Чечня выйдет из состава России, вы рассматриваете? Ну, только в случае общего ослабления федерального центра и власти в ходе войны или по результатам войны. Да, Чечня никуда не делала своей амбиции к независимости. Это все просто переконвертировалось в дойку со стороны центра в пользу Чечни, благодаря этим особым отношениям, особому статусу Чечни и ее руководства. Но, в принципе, да, настроения эти, как были в Чечне, так и остаются. Ничего не изменилось. Они к независимости, безусловно, стремятся. Две серии фильма Марии Певчих «Предатели» вызвали ожесточенные споры. Я посмотрел, а вы... Да, я, конечно, две серии посмотрел. У меня вот эфир прошел с Марией Певчих. Мы с ней только что обсуждали все, что связано с фильмом, что предшествовало ему и что дальше будет. Ну, я могу сказать, если мнение мое интересно, то я в целом поддерживаю ее видение на 90-е. И главные выводы, которые уже в этих двух сериях мы в двух фильмах видели. Да, мы можем где-то там по-другому смотреть на какие-то отдельные детали. Но в целом я действительно считаю, что главный вывод в том, чтобы не повторять 90-х. То есть есть соблазн того, что давайте мы от путинского нынешнего 25-летнего управления, если нам хоть что-то светит, перейдем опять к модели 90-х. Это что-то промежуточное, неполная демократия, управляемая, которая предполагает мягкое сплавление системы в какие-то формы не сильно химические такие острые, значит, выходцы из самой системы Путина, изменит ее в пользу ее смягчения. Нет, нужно будущую Россию строить совершенно на других основаниях, с другими людьми, пришедшими с улицы, ну, условно, да. Это важный вывод, который я поддерживаю. И далее, взгляд на 90-е, надо разделять общество и власть. Общество, да, его есть за что похвалить. Там очень многое, что в 90-е привнесли и дали выход большой инициативе общественной партии и общественные проекты, и научные, и другие, и так далее. А вот все, что касается власти, это самый негативный опыт, потому что сегодня уместно сказать о том, что благодаря Ельцину пришел Путин. И они прямую связь имеют между собой. И из могилы он несет морально-политическую ответственность за то, что делает Путин сейчас. Несет, потому что он его назначил. И он не сказал, сойдя в могилу или перед захождением могилы, что да, я ошибся, сыплю голову пепла, простите за все русский народ, простите все остальные. Не того назначил. Он же не сказал этого публично. За кого-то боялся. Да, он попаялся из корыстных целей за свою семью, за свою жену Наину, за дочь Татьяны Диченко, за своего, значит, практически пасынка Юмашева, который он сделал мужем своей дочери и так далее. То есть, ну, понимаете, и поэтому оценка его изменилась. Вот казалось, вот вечный был спор, кто лучше, Горбачев или Ельцин. Я всегда в 90-х, конечно, считал, что Горбачев обычный коммунистический генсек. А вот сейчас это время изменило. И Горбачев смотрится на этом фоне, при том, что, конечно, у него достоинство так себе. Но он выглядит даже лучше. Почему? По одному единственному критерию. Он не оставил Путина преемником. Он оставил Ельцина преемником на хозяйстве. А этот оставил Путин. Так, естественно, по этому критерию, конечно же, место Ельцина на свалке истории. А у Горбачева остается свое. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Мария Певчик, это вообще пока не сформулировала, но я хочу вас спросить, понимаете ли вы, что вся эта приватизация разбойной по-русски проводилась под крышей ФСБ, и все эти новые русские олигархи были или агентами, или сотрудниками конторы? Вы это понимаете? Вы знаете, я думаю, что, может, чуть по-другому сформулировать, она именно этой мысли держится. Во всяком случае точно держится, что все эти приватизации, залогу эмоционов были грабительские, нанесли только вред, что... Да, но что за этим стоит ФСБ, именно ФСБ. И все эти олигархи ФСБшники, фактически. Безусловно, конечно. Сам Березовский, кстати, был сотрудником негласным, да, его... И Гусинский. И Гусинский, да. Ну, Гусинский, да, ну, вообще с пятым управлением он у него работал, глава его, поэтому, конечно, да, мы это понимаем прекрасно, вот, и многие другие, там, у Малашенко отец был, там, генералом КГБ, да, так сказать, он внешний разведчиком занимался, и так далее. Там кого ни копни, они все так или иначе. Ботанина только копни. Ботанин, да, ну, они с Институтом Международного Трава, и МГИМО, по-моему, заканчиваем. Да, да, да. Вот, но, естественно, конечно, я думаю, что надо об этом говорить. Контора никогда не уходила, она там видоизменяла свое присутствие, но, конечно, через этих олигархов это дело. Как подаст это, там, в третьей части, о которой говорила Мария Певчих, это все, она будет как раз третьей частью о приходе Путина к власти, ну, мы посмотрим, да, потому что есть возможность увидеть в заключительной третьей трилогии этой части, как это будет описано. Но я думаю, в целом, понимание этого всего, учитывая, что, да, она пользовалась публичными, хорошо известными фактами, касающимися 90-х, и выборов 96-го года, и залогового акционера, и всего остального, там, телевидение, о котором она рассказывает. Ну, я думаю, что, конечно, человек настолько информирует, понимает эту связь, конечно, понимает. Скажите, Марк, сакраментальный вопрос вам задам, вы за Арестовичем скучаете? Нет, вообще совсем нет. Да ну не может быть, не ёкает сердце, когда видите его на экране? А, нет, я его не смотрю просто, мне ничего не ёкает. Боже мой, страшное дело. Ваши эфиры, я хочу напомнить всем зрителям, которые сейчас смотрят это интервью, ваши эфиры на пике набирали в прямом эфире, в стриме, 600 с лишним тысяч зрителей. Это вообще, это же невероятно. Ну, Дмитрий, мы уже не рады к этой теме обращать. Это было для своего времени актуально. Вы знаете, если бы мы продолжали эфиры с Арестовичем прямо сейчас, мы бы не набирали столько. Да, они были бы побольше, к ним было бы внимание, но они бы не набирали столько. Там Арестович ведёт, насколько я понимаю, на своём канале те же эфиры, в том же формате, с другими собеседниками. Ну, и хорошо, и слава богу, то, что таким продолжением было. Это был феномен конкретного периода войны. Ну, и синергия, и синергия. И синергия, ну, очень много совпадало, конечно. Это нужно было, это принесло свою пользу, несмотря на то, что Арестович сейчас заслуженно зачастую критикует, но всё-таки на момент 22-го, особенно года, начала войны, я хочу сказать, что действительно эти эфиры выполнили роль такого плацеба, я много раз об этом говорил, и слава богу, значит, они уже были не зря. Вот это очень важно. То есть, они не случайно были эти 600 с лишним тысяч в прямом эфире зрителей, потому что люди нуждались в этом. Сегодня эта нужда отпала, мне кажется, во многом. Люди имеют такой коктейль из разочарования, усталости. Ну, такой, понимаете, вот им тяжело, конечно. Действительно, война, которая идёт в третий год, это очень-очень тяжело. Я уже говорил об этом уже осенью после разрыва с Арестовичем, что мы пройдём и этот период тоже. Нам тоже надо найти, дождаться второго дыхания, какого-то вдохновения нового периода, ощущение, что конец близко, но он ещё пока не просматривается. И поэтому сейчас другое нужно. Сейчас бы вот эфиры с Арестовичем уже бы так не зашли, понимаете. Потому что другие настроения. Вот тогда в тревожности той, в этом саспенсе бесконечном, это было нужно. Сейчас немножко другое, чуть больше раздражение, чуть больше утомление от войны. И мне кажется, совершенно другие такого рода публичные программы или эфиры с другими людьми играют спасительную роль. Мне так кажется. Вы знаете, несколько дней назад я вдруг отчётливо, неожиданно для себя понял, что имел в виду Алексей Арестович, говоря, что осталось 2-3 недели. Потерпите 2-3 недели. Он даже не у меня это говорил. Ну, наверное, да. Но я понял, что он имел в виду. Вдруг до меня дошло. Отчётливо дошло. Я держал в руках текст, который не подписали в результате договора между Россией и Украиной. Фактической капитуляции Украины. Стамбульские переговоры. То есть, я понял, что Алексей, зная об этом, наверное, имел в виду, что вот подпишут договор 2-3 недели и всё. А вы видели этот текст? Ну, я видел то, что вот опубликовалось периодически сейчас. А, значит, я хочу сказать, я никогда не верил, что его подпишут. На мой личный взгляд, это был манёвр со стороны Киева изначально. И я считаю, что никто его не собирался подписывать. Тянули время, пытались выиграть какую-то ситуацию политическую для того, чтобы суметь как-то выкружить для дополнительной возможности средства, как-то использовать союзников для того, чтобы потянуть время, в конце концов, для того, чтобы продолжать защищать Украину. Мне кажется, он был обречён и формат, и документ на то, чтобы не быть подписанным, не быть тем более реализованным. Так что имел ли в виду 2-3 недели сам Арисович? Может быть, я не берусь судить, потому что он всё-таки говорил о войне как таковой. Но, возможно, он имел в виду, что она зарегулируется вот именно таким решением о перемирии или мире. А другое дело, что шансов у этого документа было совсем ничтожено. Заканчивая разговор об Арисовиче, если предположить, что вот завтра вы столкнётесь где-то в любом городе мира, просто лицом к лицу, что вы скажете? Вы знаете, ну, я с трудом представляю возможность такого установления, но нет никакой проблемы. Мы будем говорить об отвлечённых вещах. Вы обнимете? Зачем мне его обнимать? Ну, он не женщина живого обнимания. Не, ну, я не вижу проблемы, потому что здесь нету никакой, понимаете, конфликтности в такой степени, которая бы мешала бы спокойному разговору. Но я считаю, что он сегодня, его позиция настолько сильно изменилась, что мои программы с ним не были бы возможны, потому что то, что он говорил у меня в эфирах, это сильно, диаметрально зачастую, зачастую диаметрально отличается от того, что он говорит сейчас. Поэтому говорить о политике мне с ним, в общем, не о чем. Нам обсуждать не о чем. А какие другие темы? Ну, наверное, может, почему нет. Напоследок. Любые войны, какими бы они ни были, и по времени, и по жестокости, и по коллизиям, всё равно заканчиваются миром. Совершенно точно. Заканчиваются переговорами. Давайте попробуем с вами представить, какими переговорами может закончиться война между Украиной и Россией, и когда такие переговоры вообще станут возможны. Ну, есть два ответа. То есть, есть два разных вида переговоров, которые возможны и в ходе окончания войны. То есть, это переговоры с позицией силы со стороны Украины и западных союзников и переговоры капитуляционные, о котором вы сказали, на которые рассчитывает Москва, ну и, наверное, какое-то количество её симпатизантов. Москва тоже рассчитывает на переговоры с позицией силы? Своей силы? Конечно, да. Ну, то есть, мы даже понимаем, чего она хочет. Она хочет в конечном итоге, чтобы Украина как суверенное государство не стала. Как это будет обрамляться? Какими это будет обставляться? Решению словами дипломатическими, какими-то фигурами речи. Это уже второй вопрос, это техника. Но, в принципе, Украина как суверенное государство в Москве не нужна ни в каком виде. Ни в каком. То есть, представить себе деление Украины, даже как они говорят, с учётом геополитических реалий, там, 20% оккупированных отходит Россия, А-80 становятся членами НАТО и ЕС. Это же они никогда на это не пойдут. Вот этого есть некоторое непонимание, особенно в Америке, того, что здесь не действует вот этот бизнес-подход. Ну, вы же и так отличный процент получили. Как, наверное, Трамп будет говорить Путину, предлагая именно так решить ситуацию. А-80 уже всё, нам. А-20 вам. Ну, отличный бизнес. Вы же не в проигрыше. А он на это никогда не пойдёт. То есть, его устраивает только капитуляция. Что касается Украины и Запада, ну, если Запад будет по 6 месяцев решать вопрос о помощи, то тогда этой силы никогда не возникнет, с позиции которой можно вести такие переговоры. То есть, нужно ощутимые военные результаты для того, чтобы такие переговоры могли состояться. Плюс к этому должно быть и что-то, что должно происходить в самой России, ослабляя её власть изнутри, понимаете? Чтобы проще было договориться на приемлемых относительно для Москвы условиях, нежели это тянуть, поскольку этому будет чревато потерей власти самой верхушкой Кремля и Путина и всех остальных. Вот это две вещи, которые могут повлиять на успешный ход таких переговоров для Украины и Запада в целом. Создастся ли эти условия, будет зависеть от многих фактов. Насколько будет успешным или неуспешным попытка наступления в этом 24-м году российских войск на Украину. Какими будет исход выборов ноябрьских в Соединённых Штатах Америки, это тоже очень важно. Кто придёт к власти и с какой позиции придёт, Байден или Трамп. И третье, ну, скажем так, счастье, кому повезёт, понимаете? Ничего с этим не понятно. Война вообще любит счастье. Война любит вот этот, значит, неожиданный успех, неожиданный, ничем не обоснованность. А вот раз и такая невероятная удача. Наполеон несколько войн выигрывал сражение именно так. Казалось бы. Так что здесь есть и фактор предсказуемый, есть непредсказуемый. Если говорить о первом, вот когда мы говорим о Западе, то он должен преодолеть своё бессилие, он должен преодолеть свою слабость. И тогда францы повышаются кратно, потому что всё есть у Запада. Всё. И деньги, и оружие, и войска, есть и технологии. Всё есть. Вот всё. Нет одной маленькой вещи. Нет воли её политиков. Это всё завершено. Решительно навалиться и вопрос закончить. Понимаете? Это самый большой дефицит, который мешает умиротворению. Ну, по новоценному. Вы инаугурацию 7 мая Путина посмотрите? Да, в общем, я пока не собирался. Если что-то будет существенное, я в ленте увижу, я могу что-то пересмотреть. Я специально не стремлюсь вот это всё анализировать, отслеживать, потому что обычно в этом шлаке всегда ценность имеет пара-трой каких-то заявлений. Если будет что-то существенное, если он что-то объявит, в чём я очень сильно сомневаюсь, ну, наверное, можно будет что-то взглянуть. Я, знаете, скажу вам, я в 12-м году помню инаугурацию 6 мая на митинге в 12-м году. Я на этом митинге стоял, призвав сесть всех перед ударником. Как раз это было приурочено к инаугурации Путина. Это выступление, последнее мощное выступление на митингах конца 11-12 года. Вот я хочу сказать, что упущенные шансы. Знаете, прошли 12 лет, а мы теперь в эмиграции, а тогда мы были на Болотной площади. Вот я об этом. То есть, поэтому инаугурацию смотреть нет смысла. А вот если было бы что-то, что связано с инаугурацией в виде митинга или чего-то подобного, наверное, это имело бы смысл каким-то образом вовлечься. А сам Путин меня не интересует. Но вы оптимист. Я, скажем, реалист, который очень обнадёживается надеждами на лучшее. Вот я бы сказал. Надежды юношей питают. Ну и так можно сказать тоже. Марк, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго всем зрителям. Субтитры сделал DimaTorzok